МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начни с себя. Этот хэштег сегодня стал, пожалуй, одним из самых цитируемых в соцсетях. После того, как с одноименной подписью на своей странице в Фейсбуке руководитель управления образования столицы Ануар Жангозин опубликовал фотографию в розовых перчатках и швабры в руках, запустив флешмоб и передав его представителям управления других регионов. Правда, подписанты Фейсбука с аналогичной подписью все больше постят уже не истории о том, как они дежурили в школе во времена своего ученичества, а о том, что их дети мыть полы в школах не должны. Ни по европейской системе воспитания, ни по японской. Мой сын не будет мыть полы. Это даже не обсуждается. Каждый день он заканчивает обучение в 19.25. Учится со второй смены. Приходит домой, ужинает, делает уроки. После школы времени не остается больше ни на что. Это один момент. А второй. Почему он должен мыть, если это обязанность техперсонала? Мы с мужем промолчали, когда два года назад наш классный кабинет обязали отремонтировать за счет родителей, провести генеральную уборку, повесить тюль. Но после комментариев тех же министров, что деньги выделяются на все, участвовать в этом мы отказываемся. Интернет-баталии вышли далеко за пределы онлайн и дошли до министра образования Асхата Айтмагамбетова. Глава ведомства заверил в соцсети, что без разрешения родителей дополнительно учеников нагружать не будут. Принудиловка не нужна. Лучше давать выбор. В библиотеке школьно работать, помогать классному руководителю приводить в порядок кабинет. Только если работа не из-под палки, она полезна. Об этом даже остеопаты говорят. В сентябрь всегда богат на события в сфере образования. Начало учебного года в этот раз ознаменовалось не только спорами «мыть полы или не мыть», но и новым разоблачающим признанием педагога из Алматы. Учитель одной из алматинских школ Лизат Мусанова на своей странице в фейсбуке написала душераздирающий пост о тягостях своей работы. По словам автора, в учебном заведении, где она работает, педагог вынуждена была отдать оставшиеся до зарплаты 14 тысяч деньги на покупку жалюзи. Смелость заявления Лизат вызвала бурю обсуждений среди фейсбукчан. А деньги надо ему здесь и сейчас. Хорошо, у меня 14 тысяч, в других кабинетах побольше, по 30-40 тысяч. Учитель дело так не оставила. Лизат Мусанова задала вопрос Алику Шпикбаеву, в какое ведомство обращаться учителям по таким вопросам, и обратилась к директору школы прямо в школьный час. В итоге в управлении образования тоже прокомментировали историю установки жалюзи за счет учителей. Факт, в общем-то, подтвердился, но оказалось, что куплены они были по собственной инициативе педагогов. Что касается поборов, в этом году все школы города перешли на подушевое финансирование. Это значит, что с каждым ребенком пришли деньги. Ровно столько, сколько государство запланировало на содержание ребенка. Рассуждая здраво, теперь школа ни в чем не должна нуждаться. Нужны жалюзи? Обсудите с попечительским советом и покупайте. Деньги есть. У вас есть шанс выиграть борьбу, и мы поддержим. Ваша гимназия не единственная, где творится это безобразие. И мы все, родители, складываемся на все нужды не ради директоров, а ради своих детей и учителей хороших, потому что не хотим, чтобы им пришлось уехать. Печально это все, но если этот ком начать переворачивать, он уже не остановится. Уверена, устали уже все. К счастью, представители агентства по противодействию коррупции отреагировали сразу же. Кроме этого, Лизат озвучила и другие моменты, которые в интересах следствия пока не разглашаются. По словам представителей антикоррупционного ведомства, в школе будет проведена тщательная служебная проверка. Вопрос о дальнейшей работе директора школы будет решен после проведения детального расследования. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Субтитры создавал DimaTorzok